эй ты ты когда-нибудь пробовал грибной табак звучит интересно дай его сюда так попробуем ты когда-нибудь курил его сам ну курил или нет мне было некогда ух черт святой робор это дерьмо слишком крутое даже и не вздумай пробовать там ничего нет подожди минутку эй ты ты как ты когда-нибудь ну курил мне было не ух черт святой робор это дерьмо слишком крутое даже и не вздумай пробовать что ты куришь хочешь затянуться нет я хочу присоединиться к наемникам ты не возражаешь мне все равно ты что-нибудь делаешь еще кроме как куришь сейчас нет все будет по-другому даже меч толком держать не имел как будто у меня без того проблем не хватает никто ничего не учит сам бы никогда не додумался эй нам двоим нужно поболтать я ничего не хочу знать об этом а тебе многие говорят эти многие говорят слишком много что ты думаешь али хороший боец я бы не стал вступать в схватку с ним если конечно ее можно было бы избежать сильвио не любит болтунов ты мог бы понять это уже убери оружие видишь это было не так уж сложно как будто у меня без того проблем не хватает эй как будто у меня без того проблем не хватает как будто у меня без того проблем не хватает он бежал так как будто эй ты как дела эй я тебя откуда-то знаю возможно я торговал болотной травой в колонии помнишь с этим ничего не пойдет а чем ты торгуешь сейчас ах не спрашивай я принес с собой из колонии целый тюк болотной травы многие наемники не прочь иногда покурить травки я даже смог сколотить небольшое состояние на этом но какой-то ублюдок украл эту траву из моего сундука я почти уверен что это будто он спит в той же комнате что и я и всегда ухмыляется при встрече как идиот это случайно не твой тюк болотной травы да мой где ты нашел его это долгая история ладно это неважно но теперь я знаю что ты наш человек эй возьми это в награду сейчас я скручу пару косячков и что ты собираешься делать с вором когда-нибудь я поймаю его когда он будет курить мою траву и тогда я найду укромное местечко и преподам ему урок который он не скоро забудет если я вырублю его прямо здесь посреди двора на глазах у фермеров я могу поплатиться за это это почему все просто мы не можем досаждать фермерам иначе ли заставит нас заплатить солидный штраф так распорядился анар и чем больше свидетелей тем больше шум поднимется и штраф будет больше так что это нужно будет сделать аккуратно и тихо я хочу присоединиться к людям ли людям ли если ли будет продолжать в том же духе они скоро перестанут быть его людьми почему ли всегда был очень спокойным и в колонии он вел себя так же но последнее время это стало уж слишком он хочет просто сидеть здесь и ждать пока паладина не поврёт с голоду что мы должны по шерстить немного на небольших фермах у города я думаю это была бы превосходная смена обстановки а сейчас большинство из нас просто бьют баклуши здесь и ты все равно хочешь присоединиться я все равно хочу стать одним из вас ты уже знаешь что мы голосуем за каждого новобранца на что ты намекаешь ну я уже давно ничего не курил принеси мне несколько косяков из болотной травы и получишь мой голос я уверен тебе удастся что-нибудь найти насчет болотной травы ты принес назад мой тюк теперь все будет отлично я обязательно проголосую за тебя я слышал другое где ты это услышал это не мои проблемы это не удивляет не говори что ты не знал эй ты он лучше не говорить это давно известно это давно известно привет красавица ха откуда это ты сбежал это было так как ты сказал конечно в конце концов мы его поймали это не новость это мне все хорошенько в первый раз слышу об этом это не сказать не могу я полностью с тобой согласен как дела эй я знаю тебя ты из колонии что тебе нужно здесь даже не знаешь кому верить он не заслужил этого у меня и так хватает проблем я хочу присоединиться к вам почему бы и нет я не имею ничего против я помню когда освободил нашу шахту убив стражников но не рассчитывай что тебе так просто удастся получить согласие других последнее время мы набрали всякого сброда и даже многие старые наемники могут не помнить тебя я сам то еле узнал тебя ты выглядишь ужасно изможденным когда барьер пал мне чудом удалось остаться в живых но похоже тебе все же повезло это будет по-другому он не заслужил этого ты можешь научить меня чему-нибудь я могу научить тебя секретом обращения с луком если хочешь все равно мне сейчас нечего делать это было всегда очевидно ты можешь что-нибудь продать ох лучше не спрашивай беннет один из новых парней теперь заведует оружием и доспехами в колонии я отвечал за весь арсенал ли и вот пришел хороший кузнец и я остался без работы мне очень нужна новая работа даже если это будет охрана местных ферм меня это не волнует лишь бы только не бить баклуши здесь если все будет по-другому это было очевидно я слышал другое я бы сделал по-другому он все время знал об этом я хочу присоединиться к наемникам у нас места для слабаков я достаточно силен чушь ты даже не смог поднять приличный меч вроде моего ты можешь обучить меня владению двуручным оружием послушай мальчик чтобы владеть двуручным оружием нужно обладать недюжинной силой почему бы тебе не пойти на пастбище и не поиграть в хоровод с овечками это было очевидно похоже мне нужно поучить тебя хорошим манерам ты не против? давай попробуй где ты это услышал? не говори что ты не знал этого покажи ему ты должен все хорошенько покажи ему он заслужил это вот сейчас он даже меч толком держать не умел покажи ему у меня я не верю я не верю что это что-то изменит и почему это меня не удивляет? он не заслужил этого только попробуй сделать это опять хорошо ты победил чего ты хочешь? я хочу присоединиться к наемникам а как насчет того чтобы сначала вернуть мне мой меч, а? я не верю что это что-то изменит вот, держи свой меч вовремя ты можешь обучить меня владению двуручным оружием? я неплохой боец но это не означает что я хороший учитель и все же я думаю я могу показать тебе основы боя двуручным оружием я хочу присоединиться к наемникам хорошо я не держу обиды ты умеешь сражаться и только это имеет значение большинство парней здесь не обращает внимание на мелкие стычки между друзьями ты привыкнешь к этому если тебе интересно мое мнение то я не против это было всегда очевидно как дела? что тебе нужно от меня, детка? в наши дни даже не знаешь кому верить это было очевидно я бы сделал по-другому что ты здесь делаешь на моей кухне? я ищу работу ты хочешь работать здесь на ферме? этот вопрос может решить только Анар это ферма его, как и вся долина и почему я не слышал об этом раньше? рано или поздно как у тебя здесь вкусно пахнет не подлизывайся знаю я таких как ты, как облупленных вон их сколько вокруг бродит сначала вы пытаетесь подхалимничать а затем, когда от вас что-то нужно то никого не найдешь скажи мне, что это не так где тут можно поспать? даже не думай спать в моей кухне найди себе место в сарае все поверь мне никто никогда не спрашивает меня никому это не интересно эй я тебя откуда-то знаю может быть и я тоже был в колонии точно что тебе нужно? я хочу стать наемником я не уверен, что это хорошая идея в чем проблема? ну, я должен голосовать либо за тебя либо против а учитывая ситуацию, я проголосую за тебя только если буду уверен, что ты на стороне Ли как ситуация? назревают большие проблемы наемники раскалываются на две фракции Сильвио и его люди сомневаются, что Ли выбрал правильный путь я бы сделал по-другому он не заслужил этого я тебе расскажу не могу поверить в это я бы сделал по-другому он не заслужил этого я тебе расскажу что я не знаю что я не знаю я не уверен что я не знаю что я уверен черт никому не интересно мое мнение это все шоу летят убери оружие або Неплохо. Неплохо. Девушки отдыхают. Я не крестьянин. О, и чего же ты хочешь? Научи меня сражаться. Я тренирую только наемников и достойных кандидатов. Я хочу стать наемником. Ты больше похож на того, кто был рожден работать на поле, парень. Ты умеешь обращаться с оружием? Итак, как насчет одноручного оружия? Я не так уж плох в этом. А что насчет двуручного оружия? И скоро я стану еще лучше. Ну, по крайней мере, ты не зеленый новичок. Хорошо. Я проголосую за тебя. Если тебе еще что-то нужно знать, ты можешь спросить у меня. Что я должен изучить сначала? Обращение с одноручным или двуручным оружием? Эти два вида оружия весьма похожи друг на друга. Когда ты достигнешь следующего уровня в одном из них, ты автоматически повышаешь и уровень владения другим. Если, например, ты хорошо владеешь одноручным мечом, но все еще новичок в том, что касается двуручного, навык владения двуручным оружием также повысится, когда ты будешь тренировать одноручное. Если ты тренируешься только с одним типом оружия, ты найдешь процесс обучения более изматывающим. Если же ты всегда тренируешь оба вида оружия, ты достигнешь того же результата, затратив меньше усилий. И еще, результат все равно будет одним и тем же, так что тебе выбирать. Научи меня сражаться. Я могу обучить тебя владению одноручным мечом, но ты пока недостаточно хорош, чтобы использовать двуручный меч. Я не хочу тратить свое время на новичков. Это действительно так, что не надо. Не знаю, где его так они делают. Я тоже так считаю. Я уже подумал об этом. Это было всегда чиново. Я теперь даже не знаю, что никому не интересно. Я не сказал. Я не говорю, что ты почему это на войне удивляешься. Я не был бы так уверен в меня собственное объединение. В наши дни даже не знаешь, кому он... Эй! Что тебе нужно на этот раз? Я не хочу иметь это. Никто ничему не учит. Все у меня опять то же самое. Я что-то слышал об этом. Я хочу присоединиться к Ли. Если Ли будет продолжать в том же духе, ему скоро неким будет командовать. Что ты хочешь этим сказать? Он хочет, чтобы мы сидели здесь и били баклуши. Иногда приходится задавать звучку фермерам. И это все. Сильо всегда говорил, что нападение это лучшая оборона. И черт возьми, он прав. Это не мои проблемы. Этого я тебе сказать не могу. Ох! Оха! Какая жестокость. Я полностью с тобой согласен. И почему это меня неудивляет? Это было так, как ты сказал. Я даже не сам. Эй, ты! Подожди минутку. Что ты делаешь здесь? Я готовлюсь к бою. Ты хороший боец. Я неплохо умею обращаться с мечом. А лук это вообще мой конек. А почему ты спрашиваешь? Зачем? Последнее время у фермеров все больше проблем с полевыми хищниками. Нескольких крестьян эти твари даже съели. А этот жирный онар не видит здесь никакой проблемы. Нам не платят жалований уже неделю. И в этом есть моя вина. Теперь Ли хочет, чтобы я лично уничтожил гнездо этих тварей. А остальные наемники уже делают ставки. Удастся мне выжить или нет? Мы могли бы атаковать это гнездо вместе. Ты хочешь помочь мне? Почему? Я хочу присоединиться к вам. Ох, тогда ладно. Ты хочешь показать, что ты хороший боец. Хорошо. Давай расправимся с этими тварями вместе. Давай атаковать гнездо. Прямо сейчас? А может тебе сначала раздобыть снаряжение получше? Ты бы мог сходить сначала на ферму. Хорошо, давай подождем еще немного. Ты знаешь, где найти меня. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...